О главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Сливают все, кто превращает Карпатские горные реки в канализацию и почему никто не реагирует на проблему. После матча украинские чиновники отчитались об успешном проведении финала Лиги Чемпионов. Согласны ли с ними Буэфа? Битва с элеватором. Жители Запорожского села возводят баррикады, чтобы не допустить строительства нового предприятия. Чего опасаются? Экосанкции в ЕС хотят запретить одноразовую посуду и другие изделия из пластика. О каких предметах обихода европейцам придется забыть? На Донбассе погибли двое сотрудников СБУ. Еще один тяжело ранен. Военнослужащие Центра специальных операций Альфа попали под обстрелы артиллерии в Луганской области. Они выполняли боевое задание. В последнее время противник практически каждый день ведет огонь из орудий тяжелого калибра. В этом убедился и наш военкор Игорь Левенок. Он побывал на Приморском направлении. Приморское направление. Наши солдаты в районе Богдановки внимательно наблюдают за противником. Обстрелы со стороны врага участились. Залпы тяжелых орудий могут прогреметь в любой момент. Их нужно услышать и успеть вовремя среагировать. До прилета снаряда 5-7 секунд. Вот такие осколки разлетаются на сотни метров. Они прошивают любые бронежилеты и каски. Спасает только земля. Чем глубже, тем надежнее. Мы ховаемся. Нора. После всего черговыми засыпами. Адекватно, симметрично им отвечаем. Гасим их. И снова тиша. Штатный режим. Село Богдановка расположено в нескольких километрах от линии разграничения. Но обострение на фронте отразилось на мирной инфраструктуре. Боевики бьют из пушек. Снаряды летят на поля, которые уже засеяны. И не все смертоносное железо разрывается. Перепахали. Наш район достаточно основательно. Даже вот я знаю, что там фермеры, которые имеют поля сзади, жаловались, переживали, что они не могут работать, боятся. Потому что часто идет попадание и на их поля, которые они обрабатывают. Два года назад, согласно Минским соглашениям, на участке фронта Богдановка-Петровская произошел отвод войск. Здесь в радиусе 26 километров не должно быть тяжелых орудий. Но боевики игнорируют все договоренности. И теперь под огнем запрещенных калибров наши солдаты почти каждый день. Гарматы. Пересадили нам пару дерев. 120 минометов. 80, как горюшки. 80, особенно не звертаем уваги. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности телеканал Интер. В спор между Украиной и Венгрией должен вмешаться Генсек НАТО. Так считает глава польского МИДа Яцек Чепутович. По его мнению, именно у Енца Столтенберга есть инструменты, чтобы решить этот конфликт. Чепутович уже обсудил вопрос с венгерской стороной. А во вторник собирается поговорить об этом с главой украинского МИДа Павлом Климкиным. Напомню, конфликт между Будапештом и Киевом возник из-за украинской реформы образования, которая, по мнению венгров, ущемляет права нацменьшинств. В парламенте инициировали отставку министра соцполитики Андрея Ревы. Об этом сообщил лидер социалистической партии Нардеп Сергей Каплин. По его словам, под предлогом новых списков и новых проверок в этом месяце тысячи вынужденных переселенцев не получили пенсию. Многим людям деньги все же выплатили, но с задержкой. Но министр соцполитики не признал этого. В сессионном зале он заявил, что никаких проблем нет. Однако в пенсионном фонде признали, проблемы все же есть. Министр соцполитики, нарешті, чи врешті-решт, заявляю про те, что я абсолютно нормальним, чтобы переселенцам не платить пенсии. Это не тот шлях, которым должен идти цивилизованный европейский уряд. Не шляхом экономии на простых людей, которые недавно выживают. Заявы про те, что мы не можем платить пенсии переселенцам означают только одно. Вы залишаете голодным батьков, детей, дедусів, бабусів, которые втекли от войны до мира. И мы начинаем целую кампанию разом с украинскими гражданами, простыми людьми, а потупить это его выставка. Его выставка має бути уроком для всех других министров. Его выставка має бути уроком для коалиции. На городской свалке Николаева все еще тлеет мусор. Это может стать причиной повторного возгорания, опасаются в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Там сообщают, что на месте продолжают дежурить спасатели. За прошлые сутки они обработали 300 квадратных метров территории. Напомню, 25 мая на мусорном полигоне возле Николаева вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил полторы тысячи квадратов земли. Пожарным удалось потушить пламя, но уже третий день периодически возникают отдельные очаги тления. Горная река вместо канализации. В поселке Верховина Ивано-Франковской области все стоки спускают в реку. Здесь уже более 25 лет не работают очистные сооружения. Каковы последствия и почему никто не спешит решать эту проблему, расскажут наши корреспонденты. Верховина – одно из самых популярных мест отдыхов при Карпатии. Здесь всегда много туристов. Привлекают людей красивые пейзажи, чистый воздух и вода. Хотя местные жители признаются, в горных реках вода уже давно не кристально чистая. Там же 70 квартир. И все стекает в реку. Канализация выходит из машинки, из кухни. Все стекает в реку. Такими ручьяками из канализационных стоков буквально усеяны берега реки Черемаш. По словам местных жителей, здесь часто купаются дети. Несколько сотен ребят ежегодно приезжают в лечебно-оздоровительный комплекс. Он расположен всего в нескольких метрах. А вот тут сурба за детей. Багато детей приезжают? Тоже купаются в речке? Ну так, купаются. Можно выше купаться. А там выше тоже зачем было? В колокладке. Ну а там из лекарни где-то, а там из центра. Ну то что делать? А вот Иван в реку больше не ногой. Боится снова заболеть. Пошли с друзьями поплавать. Ну и вечером пришел домой, началось с чесоткой, началось все погано, подлетки, аллергия. Я же поплавал, мне вот так хватает. Директор предприятия, на балансе которого находится канализационная система Верховины, рассказывает, сливать стоки в реку вынуждены. Дескать, очистные сооружения не работают еще с 1993 года. В Водоканале говорят, единственное, что смогли сделать, это поставить песчаногравийные фильтры. Мы вертаемся с местами до главы администрации, до главы районной разницы, до народа места, что такая проблема в Верховине. Ну, не подчеркать, что на их скрещеных хватает грошей. Но вот в экологической инспекции говорят, что пробы воды в Черемаше не брали уже два года. Мы должны иметь официальную заявку. Громадянина, физической особи, который пишет в нашей инспекции, прошу провести переверку коммунального предприятия, например, за брунды, або на явно, что, например, скидил с Верховины. Я веду, чекаю, потому что мы, в соответствии с законом своего, не имеем права проводить переверку позапланово. Мы составили такое заявление. Проверку инспекторы пообещали провести в следующем месяце. А вот в поселковом совете рассказывают, что разработались меты на три локальных очистных сооружения. Одно уже начали строить. В этом году все-таки плануют первую локальную очистную в районе Кроны ввести в эксплуатацию. И она обеспечит полностью тот микрорайон водоводведения. Когда построят остальные два, руководство поселка прогнозировать не берется. Цена вопроса несколько десятков миллионов гривен. А где ее взять, чиновники не знают. Богдан Журавель, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Испанский Реал обыграл английский Ливерпуль со счетом 3-1. Так завершился финал Лиги чемпионов в Киеве. Решающий матч на стадионе Олимпийский посмотрели более 50 тысяч болельщиков. За порядком следили почти 10 тысяч полицейских, бойцов Носгвардии, спасателей и курсантов Академии внутренних дел. Они не только не допустили серьезных нарушений, но и предотвратили массовую драку. Рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко. По его словам, около половины первого ночи. Последние болельщики покинули стадион. 5 тысяч английских фанов сразу после матча отправились в аэропорт Борисполь. На матчу все было достаточно спокойно. Были две сутики между болельщиками. Стюарда, а потом полиция, вывели двух человек. С ними проводился разбор. Вже после закинчения матча, несколько молодых, 18 человек, пытались совершить бой. Полиция их была затримана. В УФА поблагодарили Киев за организацию финала Лиги Чемпионов. Президент Европейского футбольного союза Александр Чиферин считает, что при организации финального матча не допустили ни одной ошибки. Об этом он заявил во время встречи с мэром города Виталием Кличко. И если город смог принять финал Лиги Чемпионов, то сможет провести любое событие мирового масштаба, отметил президент УФА. Он уверен, как минимум половина иностранных болельщиков, которые посетили украинскую столицу, в эти дни еще вернутся в Киев. Сегодня день Киева. Жители столицы празднуют 1536 день рождения города. С праздником их поздравил премьер Владимир Гройсман и мар Виталий Кличко. Глава правительства признался, что Киев стал для него родным, как и для миллионов других украинцев, кто прожил здесь всю жизнь или же провел всего несколько дней. Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь поблагодарил всех, кто помог городу провести финал Лиги Чемпионов на должном уровне. В этот день я хотел бы, чтобы каждый в Киеве чувствовал себя защищенным, чтобы каждый в Киеве чувствовал себя комфортно, чтобы в Киеве появилось больше качественных дорог, больше качественного транспорта, больше качественных территорий, где, возможно, просто и отдыхать, и скверы, и парки. Финал Лиги Чемпионов, великое свято, которое прошло вчера, очень доброе. Я хотел бы благодарить и Кабинету министров, и всем, кто співпрацював, кто нам помогал. Не было никаких у нас надзвичайных ситуаций. И сегодня мы можем действительно, уже после финала Лиги Чемпионов, насолодоваться хорошей погодой, нашим хорошим местом, местом Киева. Конец эры пластиковой посуды. Сократить использование подобных изделий планирует Евросоюз. Какие привычные предметы могут полностью исчезнуть из-за обихода, и когда это произойдет, знает Татьяна Лагунова. Одноразовые тарелки, стаканы, приборы и соломинки для питья. Вскоре все эти предметы из пластика могут исчезнуть из-за обихода, по крайней мере, на территории Европейского Союза. Еврокомиссия планирует запретить их продажу, чтобы защитить от загрязнения окружающую среду. Свои предложения по борьбе с пластиковым мусором эксперты Еврокомиссии представят только завтра. На черный список изделий, которые они собираются запретить, уже просочился в СМИ. Кроме одноразовой посуды, в него попали пластиковые крепления для воздушных шаров и палочки, с помощью которых размешивают сахар в кофе. Набор не случайный. Эксперты провели исследование и выяснили, именно эти предметы люди чаще всего оставляют на пляжах. И потом они попадают в реки, моря и океаны. В качестве альтернативы Еврокомиссия предложит производителям запрещенных товаров использовать вместо пластика другие, менее вредные для природы материалы. Кроме того, Брюссель хочет ввести штрафы для стран Евросоюза за пластиковый мусор, который не пригоден для переработки и повторного использования. В среднем 80 центов за килограмм. Когда запрет на одноразовое пластиковое изделие может вступить в силу, пока сказать сложно, но, скорее всего, страны ЕС его одобрят. Ведь по данным экологов, каждую секунду в моря и океаны попадают 700 килограммов пластика. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Недовольны? Уходите. Дональд Трамп упростил процедуру увольнения американских госслужащих. И если раньше избавиться от неугодного сотрудника сложно было даже президенту, то теперь глава государства кардинально изменил правила. Кому скажут с вещами на выход, выяснял Дмитрий Анопченко. В Америке не так уж и много чиновников федерального уровня. 3 миллиона на 300 миллионную страну. На госслужбу приходят не за заработком. В бизнесе зарплаты больше, а за влиянием. И работать на государство действительно престижно. Страховка, много льгот. А еще уволить чиновника было практически нереально. Но сейчас правила изменены и резко. Дональд Трамп подписал серию указов, которыми и упростил увольнение чиновников, и одновременно урезал права профсоюза госслужащих, которые раньше ни уволить, ни сократить никого не давал. Раньше увольнение кадрового чиновника в среднем до года занимало, если он не согласен уйти по собственному. С одной стороны, это не давало новым начальникам перетряхивать кадры, избавляясь от неугодных и набирая любимчиков. Министры менялись, а в аппарате оставались все те же люди. С другой, действительно делала систему неэффективной. Ведь попрощаться с ленивым бюрократом и вправду было почти невозможно. Чем дольше он в должности, тем сложнее указать на дверь. Комментируя происходящее, в Белом доме говорят, мол, все правильно, президент Трамп выполняет свои предвыборные обещания, делает государственную систему эффективнее. А вот Федерация американских госслужащих, которая треть чиновников страны объединяет, уже говорят о наступлении на демократию. У тех, кто на должности давно, Трамп сейчас отобрал преимущества перед новичками, теперь все равны. Предусмотрел в указе 30-дневный срок, чтобы исправиться, если твоей работой сверху недовольны. И шаги вроде бы правильные, и люди готовы их поддержать. Но многие опасаются, что новые указы окружение президента используют, чтобы зачистить администрацию от нелояльных, которых во властной команде по-прежнему хватает. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В Днепропетровской области жители села Запорожец вместе с дачниками борются против строительства элеватора. Говорят, место природоохранной зоны по соседству будет мощное промышленное предприятие. Местные жители уже начали строить баррикады. Подробности в следующем материале. В селе Запорожец полным ходом идет прокладка дороги. Но люди выступают против какого-либо строительства на здешних землях. И начали возводить баррикады. Кто-то принес металлические трубы, прутья, шины, а кто-то не пожалел колеса. Сооружаем баррикады, чтобы техника не прошла. Пока на Востоке война, у нас тут своя война оказывается. А воюют эти жители против строительства элеватора. Говорят, оно незаконно. Дорогу проложили по земле, которая принадлежит людям. Участок почти 80 соток Василий Проненко приватизировал еще в 2002 году. Около месяца назад тут с корнем выкорчевали все деревья. А теперь посреди участка появится дорога. Сплошное беззаконие. Кто что вздумал, тот то и городит. Под будущий элеватор выделили 10 гектаров. Но люди уверены с нарушением закона. На месте этого пустыря еще в прошлом году была дубовая роща. Зимой уничтожили больше 2000 деревьев. На этом участке земли планируют обустроить стоянку для зерновозов. Ниже у реки разместить сам комплекс. Здесь будут приходить фуры и ждать приема на элеватор. То есть вот они под 100 камазов готовят площадь. Вырубили 5 гектар дубовой рощи вырублено. По документам они отписались это санитарная вырубка. За год строительных работ людям никто не показал никаких разрешительных документов. Ни проекта самого элеватора. Общественное слушание также не проводили. Нарушены наши права. Нарушены законодательства как таковое. И огромные деньги вкладываются с нарушением законных актов. Плана будущего элеватора нет и на территорию, которую готовят под предприятие. А как этого требует закон. Найти застройщика не удалось и нам. Нет ни координат, ни телефонов. Рабочий разговаривать отказывается. Отправляет в поле к руководству. Я не начальник. Сегодня люди вызвали полицию. Работать тяжелой техникой правоохранителей пока запретили. Сейчас приедет следственная оперативная группа, примет от граждан заявление и будем разбираться. Если строительство и вырубка леса будут продолжаться, жители обещают перенести свои баррикады дальше к зданию областного руководства и прокуратуры. Елена Мадалюк, Евгений Годнецов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Селена Сачо в Черкасской области местные школьники учат английский под музыку с американцем. В Украину барабанщик из Мичигана приехал год назад как волонтер корпуса мира. Своё любимое хобби Майлз Грин решил адаптировать для работы и создал с учениками рок-группу. Больше расскажут наши корреспонденты. С глотка свежей колодезной воды у американца Майлза Грина начинается каждое утро в украинском селе. В местной школе он учит детей английскому языку, а сам пытается овладеть украинским. В школу Майлз добирается обычно пешком. Дорога занимает не более 15 минут. Едва увидев американца, местные ребятишки бегут к нему. За год он стал в селе своим. Майлз работает в методическом кабинете, хотя с его приездом комната превратилась в музыкальный репетиционный зал. Парень собрал в школе рок-группу и учит с ребятами англоязычные хиты. В Мичигане Майлз был профессиональным барабанщиком. Рассказывает, идея создать группу у него возникла, когда нашел в школе старую барабанную установку. Для создания школьной рок-группы Майлзу не хватило инструментов. На помощь пришли друзья и родные из Мичигана. Помог и Корпус Мира. Мне понравилось. Окей, гитара. Давай играть. Майлз, как играть? А я не знаю, потому что Майлз тоже на вас гитаре не умеет играть. Ну, давай включать интернет. Весь интернет. Как оно играется? Ну, нормально. Не скажу, что очень хорошо играет. Но я стараюсь. Свой первый концерт школьники дали во время последнего звонка, а назвали группу «I don't know». Очень рады таким изменениям и учителя. Тут много плюсов. Они больше стали сгуртованнее. Ну, и летом он проводил, и с молодым. Он у нас работает летом, и с молодым. Больше молодь тянется тоже до него. В Украине Майлз пробудет еще год, а потом вернется в Мичиган. И ученики, и учителя говорят об этом с грустью. Отпускать своего американца они не хотят. Андрей Кровец, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интерс, Черкасская область. Рыцарские бои, средневековый быт, музыка, танцы и мода тех времен. Все это можно было увидеть в одном из замков в Закарпатье. Три дня там проходил фестиваль средневековой культуры. Чем удивляли 15 клубов Украины, Венгрии и Словакии? Видели и наши корреспонденты. Ксения Марко показывает свое обмундирование. Оно, как и у рыцарей мужчин, весит около 30 килограммов. Девушка готовится к схватке, уверяет женщины. И в средневековье тоже выходили на поле боя. Самая такая неправда, про которую все знают, Жанна Дарк. Бои очень похожи на настоящие средневековые. После них и синяки остаются, и даже переломы случаются. Но девушку это не пугает. Подобается эта атмосфера, эти чувства. То есть ты на какой-то момент переносишься в эпоху средневековья. И это очень круто. Если родители поначалу противились увлечению Ксении, то коллеги-мужчины поддерживали всегда. Пару-тройку лет назад это было очень грустно и печально, потому что девочки выходили в доспехах и умирали под тяжестью доспехов. То сейчас они уже показывают достаточно неплохие результаты. Есть же женщины в любых других видах спорта. Почему нельзя здесь? И вот первый бой рыцарского турнира. Групповой бугурт побеждает та команда, у которой больше рыцарей устоят на ногах. Это чисто силовая дисциплина. То есть тут кто быстрее завалил противника на пол, на землю, тот и победил. В команде победителей и главный рыцарь планеты – Украинец Василий Назаров. Неделю назад он получил золото в Шотландии, где проходил чемпионат мира по средневековому бою. После тяжелых боев рыцарь отдыхают. На фестивале звучала средневековая музыка. На таких инструментах играли несколько веков назад. Зрители могли попробовать себя в роли рыцаря или дамы. Тебе понравилось? Да, понравилось. А что тебе понравилось? Рыцари. Рыцари сражались, да? Да. И стены средневековщие, и костюмы, и кухня. И это такой отпочинок, такой, что чувствуется, как бы два тижня были отпочинку после такого действия. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Православные христиане сегодня отмечают праздник Святой Троицы. В церквях и монастырях по всей стране провели праздничные литургии. Верующие несли в храмы букеты цветов и трав. Как прошли богослужения во Веденском мужском монастыре, расскажут наши корреспонденты. Переполненные храмы, сотни прихожан, а также праздничные литургии. Православные христиане встречают Троицу. Сегодня большой праздник. Это рождение нашей церкви православной. В Веденский мужской монастырь помолиться о родных и близких. Каждое воскресенье сюда приходят сотни верующих. Но сегодня в храме яблоку негде упасть. Я очень люблю этот храм. Здесь икона чудотворная, призрено смирение. Мы очень любим ее, ходим к ней. Помолиться у иконы выстраивается очередь. Такой ажиотаж не случайен. Решили помыть ее. Оказалось, что стекло было грязное, а просто икона отобразилась. Икона показывает нахождение на небесах предчистой владычицы, которая может помочь нам своими молитвами перед своим сыном. Эти люди стали получать очень много исцеления. Исцеление получил и брат Анны. Девушка посещает храм постоянно. Признается, молится иконе часто. У меня был случай, когда младший мой брат заболел скарлатиной. Сыпь-посыпь пошла уже такая-то страшная болезнь. И мы с мамой пришли к этой иконе. Мы жили здесь недалеко. Пришли к этой иконе и на коленях молились. Вот долго все равно молились. И когда вернулись домой, то ребенок был здоров. Даже ни температуры, ни одного прищика не осталось. Помолиться Божьей Матери может каждый желающий, говорят, в Веденском мужском монастыре. Ведь икона находится в храме постоянно. Вывозят ее крайне редко, да и то соблюдая все православные каноны и законы государства. За все время пребывания иконы здесь в монастыре, икона покинула монастырь только два раза. Икона уезжает, она всегда путешествует за благословение его блаженства обязательно и с разрешением Министерства культуры. Есть все документы. Всегда обращаемся к госорганам, всегда получаем на это разрешение. Вот документы, которые подтверждают, что икона вывозилась. Здесь стоят отметки, как она вывозилась. Написано, пожалуйста, отметка до звона, до вывозения из Украины. Вот заключение департамента культуры. Кроме молитв о здоровье, прихожане и священнослужители просят у Божьей Матери мира в Украине. Говорят об этом и сегодня, в День Святой Троицы. Ведь прежде всего это праздник мира и благословения. Хочется, чтобы на нашей земле был только мир, счастье и радость у людей. Всем обязательно мира. Константин Редин, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Какую сенсацию готовит своим фанатам Роналду? В какой стране насчитали 60 тысяч молний за одну ночь? И кто стал лучшим на чемпионате мира среди дровосеков? Об этом и не только в нашем обзоре. Последняя игра в Мадридском Реале. Нападающий Криштиану Роналду после победы в Лиге Чемпионов сказал, что возможно покинет клуб. Решение пообещал огласить в течение следующей недели. Сейчас, по его словам, не самый подходящий момент для подобных заявлений. Криштиану Роналду пять раз выигрывал Лигу Чемпионов. Кроме этого, он обладатель пяти золотых мячей. Награды, которую вручают лучшему футболисту года в Европе. Британские болельщики требуют поменять вратаря команда Ливерпуль. Из-за неудачной игры в Лиге Чемпионов. Во время финального матча голкипер команды пропустил три мяча от испанского Реала. В результате британцы проиграли. Но есть и болельщики, которые не расстроились из-за поражения. После игры они вышли на улицы Ливерпуля, пели песни и запускали сигнальные ракеты. Сотни пассажиров застряли в лондонском аэропорту Станстед. Накануне молния повредила систему заправки самолетов. Инженеры восстановили работу системы, но рейсы отправляются с задержкой. По данным метеорологической службы, минувшей ночью на территории Великобритании зафиксировано более 60 тысяч ударов молнии. Это в 20 раз превышает норму. Алкоголь из дерева научились производить в Японии. Это произошло случайно, когда ученые из института города Цукуба производили эксперименты по получению горючего. Чтобы приготовить алкогольный напиток, они измельчали кору, а потом добавляли в нее закваску и ферменты. Смесь должна настояться около 10 дней. Пока что в производстве используют вишню, березу и кедр. Но ученые экспериментируют и с другими видами древесины. Чемпионат мира среди дровосеков состоялся во французском Марселе. Участники пилили и рубили бревна на время. На состязание пришли посмотреть более тысячи зрителей. Победу одержал канадец. Он справился с заданием за минуту и три секунды. Свой триумф после конкурса чемпион отпраздновал фонтаном из шампанского. Радужные флаги и высокие каблуки. В Сеуле состоялся первый в стране дрэк-квин парад. Несколько десятков трансгендеров, переодетых в женскую одежду, прошлись по улицам южнокорейской столицы. В стране запрещены однополые браки и операции по смене пола. Поэтому такое событие – возможность привлечь внимание к сексуальным меньшинствам, рассказывают участники парада. 115 километров в час на детской барби-машине. Такого результата добились двое гонщиков-любителей. Они установили на авто укороченные шасси от гоночного автомобиля и мотоциклетный двигатель. После этого скорость игрушки увеличилась более чем в 30 раз. Работа заняла 4 дня. Видео-тестирование парни выложили на своем канале в Ютубе. И его уже посмотрели более 200 тысяч человек. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности вея в прямом эфире. Увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова